Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. После скандала со снятием кандидата Марины Таубер с выборов мэра Бельц, Центральная избирательная комиссия уведомила Госналоговую службу о нескольких подозрительных пожертвованиях, которые за последние два года получила партия ШОР. Материалы передали в Национальную кассу социального страхования и Министерства труда и соцзащиты. ЦИК заявили, что межведомственная рабочая группа исследовала пожертвования партии за последние два года и выяснила, что за последние два года практически каждый пятый донор кандидатов от ШОР жертвовал больше, чем официально заработал, в связи с чем возникли обоснованные подозрения в фиктивных пожертвованиях. Подобные ситуации вызывают беспокойство. Комиссия призывает граждан быть внимательными к подписанным документам, избегать фиктивных пожертвований и подтверждать подписью исключительно реальные пожертвования, сделанные добросовестно для кандидатов на выборах или политическим партиям, отметили в ЦИК. В начале месяца кандидат от партии Шуртаубер, которая в первом туре выборов мэра Бельц набрала 47,93% голосов, была дисквалифицирована решением суда за использование в избирательной комиссии незадекларированных средств. ЦИК принял решение на год лишить партию финансирования из госбюджета, в связи с выявленными нарушениями в сфинансировании кандидата от партии на выборах мэра города Бельца. Политическая сила не согласна с обвинениями и заявляет, что они носят политхарактер. Лидер партии, объявленный в международный рызаск бизнесмен Шур, заявил, что планирует объявить импичмент президенту Санду. Комментируя решение суда снять Марину Таубер с выборов мэра Бельц, Шур обвинил президента в узурпации власти и заявил, что единственный выход для спасения страны – это ее отставка и организация досрочных парламентских и президентских выборов. В пресс-службе Санду заявили, что не будут комментировать инициативу партии Шур. До сих пор у нас по такой процедуре в отставку не отправляли ни одного президента. Согласно закону, необходимы голоса не менее 67 депутатов, которые, как считают некоторые эксперты, по конституционному праву сейчас собрать невозможно. Напомним, что партия Шур на год останется без финансирования из госбюджета. Решение приняли на днях в Центр-Избиркоме в связи с выявленными нарушениями в финансировании кандидата от партии на выборах мэра города Бельцы. За проголосовало шесть из девяти членов ЦИК. В комиссии усмотрели множество нарушений в финансовых отчетах партии во время избирательной кампании на местных выборах. Были найдены расхождения между задекларированной тратой средств на выступления эстрадных исполнителей во время кампании и реальной стоимостью услуга артистов, указанных на их сайтах, а также другие нарушения. По информации ЦИК, вопросы по финансированию партии задали ранее и у Шур. Было время до 5 декабря объяснить расхождение в отчетах, но этого сделано не было. Представители партии Шур на заседании не присутствовали, так как их не пригласили. В 20-м партию также лишили госфинансирования из-за недодекларированных расходов в ходе кампании с выборами. Тогда партия не задекларировала расходы в размере 177 450 леев. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok